Минский автомобильный завод представляет модель 303, автобус третьего поколения. Первый сошёл с конвейера в 2019-м. Сейчас его собрат колесит по Бобруйским дорогам. Тест-драйв продолжается с сентября. Ещё несколько таких машин разработчик отправил в другие регионы страны. Это своего рода эксперимент. Местные водители признаются, пока только одни плюсы. Когда-то я пришёл, ну я пришёл ещё на 103-й масс, ещё с тракторным двигателем когда-то. Поэтому после этого, ну это, конечно, самолёт. Я же говорю, ну более совершенствованно. Вот эти салоны, поручни эти вынесенные, ну да, но о своём говорить нет этой толпучки как бы. Немного о характеристиках. Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – выдвижная посадочная площадка, специальные кнопки и поручни. Внутри салона светодиодная оптика. Температура регулируется с помощью кондиционера. Это касается и кабины водителя. Есть даже два оборудованных стулика, чтобы переперенать малышей. Возле мест для детей и инвалидов. МАЗ-303 – автобус будущего. Внутри есть ажбук-абрайля. Плюс рядом с каждым сиденьем USB-разъём. Можно не просто доехать до нужного места, но и оставаться всегда на связи. То есть заряжать телефон, планшет или родбук. Автобус колесит по разным маршрутам. В этот раз под номером 4А Держинского – Крапивка. Время от начальной остановки до конечной – 50 минут. Одновременно может перевозить 105 пассажиров, сидя 27. Как вам новый автобус? Отличный, шикарный. Впервые на нём едете? Ну, на таком – да. И на что обратили внимание уже? Ну, сначала на внешний вид, а потом на полы. Смотрите, какие красивые. Как ламинатные. Красивый автобус. Приятно ехать. Запаха нету. Как свеженький. Но чувствуется красиво. Да, транспорт красивый. Но, что более важно, безопасный. В салоне установлены видеокамеры. Также пассажир может самостоятельно открыть дверь для входа и выхода с помощью специальных кнопок. Ввиду того, что Минский автомобильный завод собирается запустить данный вид транспорта в производство, этот автобус у нас уже останется до конца его эксплуатации. Ну, в соответствии с распоряжением вышестоящей организации, каждый месяц мы будем отправлять информацию по данному автобусу на завод МАЗ о прохождении его километража, а также о возникших неисправностях или каких-то неполадках. Обновление – дело постоянное. Только за год в Бобруйский парк общественного транспорта подъехали 14 новых автобусов. А вот 303-й – единственный на всю область. Со временем эта модель должна стать основной на городских маршрутах. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.